Эфир УТС продолжает выпуск спортивных новостей в студии Кристина Латта. Здравствуйте! Сегодня расскажем о тайском боксе и баскетболе. Шесть медалей из десяти возможных. Сборная Новосибирской области по тайскому боксу показала отличный результат на чемпионате страны. А Максим Сульгин и Овцеп Асланян подтвердили звание сильнейших в России. С чемпионами пообщался Александр Шурудила. Чемпионат России по тайскому боксу в Перми в этом году установил целый ряд рекордов. На него приехали около 350 спортсменов из 46 регионов страны. Такого кворума не было никогда. Очень сильный старт, очень сильный соперник. Уровень спортсменов очень высок. Настолько, что бои были очень ровными. Очень тяжело даже судьям было судить и кому отдать предпочтительную победу. Очень внимательный старт для судьи оказался. Сборная Новосибирской области на чемпионате и первенстве России всего 10 человек. Однако результаты наших спортсменов как на подбор высокие. Как говорит тренер, ставка на качество, а не количество. То есть у нас одно голод на первенство России. Эта девочка у нас заняла. И получается два золотых, одно серебро и две бронзы. В принципе результат для Новосибирской области очень отличный. Победы новосибирцев получились очень непохожими друг на друга. Апсепа Сланян провел всего два поединка. Зато каких. В первом бою два раунда с судейским решением остались за его оппонентом. И защита чемпионского титула была под серьезной угрозой. Пришлось в третьем раунде максимально накрутить. И пришлось пожертвовать, так сказать, носом. И я только вперед шел на соперника. И вот на встречный удар пропустил. Но при этом засчитали нокдаун сопернику. Я все-таки попал, все-таки сделал свое. И бой отдали мне за счет того явного преимущества, которое было в третьем раунде. В финале все с тем же сломанным носом и рассечением. Апсеп справился более уверенно и выиграл. Для Максима Судгина турнир сложился иначе. В первых трех поединках новосибирец не испытал особенных проблем. Зато в финале столкнулся с высокорослым соперником, манера которого была максимально неудобна. Тем не менее, чемпионский титул и здесь остался у нашего боксера. В родном клубе собралась целая армия болельщиков, которая переживала за своих спортсменов. Они настолько болеют за них и поддерживают. И ребята это чувствуют. И чувствуют их поддержку. Даже у нас в холле собралось порядка 50 человек просто на экране телевизора. У нас прямая трансляция. Шла чемпионат России прямо на ресепшене в холле. Ребята, люди, просто клиенты обычные, собрались и болели. В общекомандном зачете сборная Новосибирской области расположилась на четвертом месте. При этом с точки зрения соотношения количества спортсменов и показанного результата, превзойдя соперников. Первое место заняла команда из Кузбасса. У них спортсмены приехало около 60 спортсменов. То есть у них целая армия приехала, они взяли количество. Второе место это Дагестан, как всегда, в принципе, конкурируют. И третье место Московская область. В связи с тем, что у них очень много женщин было. Они женщинами отобрались. Теперь победителям чемпионата страны предстоит борьба на первенстве мира. Овцепа Слонян уже имеет звание вице-чемпиона, полученное в прошлом году. Его партнеры Максиму Сульгину еще предстоят поединке среди профессионалов. Турнир в Екатеринбурге будет. Профессиональный бой с китайцем. Готовиться буду, как всегда. Ну, по ощущению. По ощущению, наоборот, сейчас за соревнования набрал форму. Один профессиональный бой, или ты на него готовишься, настраиваешься. А тут ты в течение недели с разными соперниками боксируешь. И как бы это тренировка, можно сказать. Перед чемпионатом мира спортсменам предстоят сборы на олимпийской базе «Озеро Круглое». Ну, а само первенство планеты начнется 19 июля в Бангкоке, на родине этого вида единоборств. К другим новостям. Баскетболистки «Динамо» впервые в сезоне одержали две победы. Девушки на домашней площадке сначала взяли верх над одноклубницами из Москвы, а потом над курской командой «Инвента». Динамовки с первых минут захватили инициативу. Первая четверть была выиграна с большим счетом 32-6. Во второй четверти соперницам удалось сократить разрыв, набрав 15 очков подряд. Но этого все равно оказалось мало для того, чтобы подобраться к сибирячкам. Уверенная победа «Динамо» 83-74. Самой результативной в составе «Динамо», которой матч подряд, стала Джейми Скотт. Она набрала 35 очков. Для новосибирского клуба эта победа стала седьмой в сезоне. Кроме того, клуб объявил на своем официальном сайте конкурс на создание талисмана команды. Болельщики могут предложить свои варианты «Маскоты». Посылать свои идеи можно на почту клуба. На этом все. Следите за новостями новосибирского спорта и в социальных сетях. Вступайте в группу программы ВКонтакте и подписывайтесь на аккаунт в Инстаграм. С вами была Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин